Необходимо устранить все барьеры, мешающие развитию отечественных высоких технологий. Об этом заявил сегодня Владимир Путин на встрече с участниками конференции «Вперед в будущее». Президент подчеркнул, наша страна обладает в этой сфере огромным потенциалом. Айти индустрия может стать двигателем для всей экономики. Вновь подчеркну, будем поддерживать именно конкурентные отечественные производства. Выход на внешний рынок, экспансия российской продукции, должны стать естественной стратегией развития национального бизнеса всей российской экономики. То, о чем я сейчас говорю, это, безусловно, не пустые, не красивые только слова, а это вопрос нашего существования и, более того, выживания в полном смысле этого слова. Знания, технологии, компетенции, кадры – это основа для реализации наших национальных проектов, для достижения наших стратегических целей. Речь о новом качестве жизни человека, о возможностях для его самореализации. Вы считаете, что санкции – это хорошо? Да, я считаю, что санкции – это хорошо. Потому что это стимулирует к активизации в производстве своего. Потому что, если бы не было вот этих санкций, то невозможно было бы, с учетом конкуренции с мировыми производителями, невозможно было бы заставить людей покупать свое и производить свое. Вот момент, если бы этих санкций не было, их бы надо было выдумать. То есть резкий скачок внутреннего производства, самосознание необходимости собственной экономики, осознание того, что необходимо самим себя кормить, самим производить микропроцессорные платы, самим производить жизнеобеспечивающие материалы и сервисы, оно пришло после окончания жирных вот этих периодов нулевых, там, ну, до 10-го года. И оно пришло после того, как увидели реальную угрозу, что будет, если отключить внешнее потребление. Это необходимо было для того, чтобы страна осознала себя как целое и зашевелилась в экономике. Вы даже высказали такую мысль, что, мол, если бы американцы просто подождали бы лет 10 без всяких санкций, то все бы развалилось само. Точно, абсолютно. Вы так считаете? Это глобальная ошибка. Если считать, что американцы хотят нас развалить, то это самый глобальный просчет в их плане. Государство для вас – это что? Друг, враг, партнер? Форма. Ничего. Форма, набор ограничений и некоторые правила игры. А социальные сети для вас – это что? Социальные сети для меня – это новая институциональная инфраструктура передачи и обмена информацией. Для меня это прямой интерактив. Так, ну, значит, давайте говорить теперь о главном. Где-то вы сказали, что о себе, о своей компании, о своей деятельности. Мы делаем мозги. Ну, искусственный интеллект. Сначала хочу спросить, все-таки, возвращаясь к вашей компании, почему по-английски cognitive technologies, а не по-русски когнитивные технологии? Ну, есть и русское название, но компания, ведь я старенькая уже, Владимир Владимирович. 55. 55, да, вы же меня раскололи, я могла бы, прикидывши мне тридцатник, но вот теперь вот ничего не получится. Ну, если вы старенькая, то я древний, так что ничего. Ну, в общем, компания-то образовалась в 92-м году. Так. И в 92-м году нам, молодым и бестолковым, казалось, что, ну, во-первых, мы собирались сразу захватить весь мир, и поэтому с точно русского названия мы себе не планировали. То есть мы назвались cognitive technologies по основному роду занятий и планировали захват планеты. Сразу не получилось, но сейчас вот вполне. Так, хорошо. Теперь еще одна вещь, которая действительно меня заинтересовала. Спасибо.